Итак, ключи и связи. Остановились мы на том, что этих связей пока нет, но они необходимы, потому как я сейчас начну вводить данные и редактировать, и корректировать информацию, у меня будут сплошные проблемы, которых стоит избежать. Так вот, с чего начать не просто планирование, а уже, собственно, и установку связи. Для этого первый шаг – это обсуждение ключевых полей. Дело в том, что когда мы собираемся соединить две таблицы, то в этой связи со стороны одной таблицы должно участвовать обязательно ключевое поле. Ключевым полем в базах данных называют уникальный идентификатор, то есть некий код или первичный ключ, его полное название, который у нас должен обладать двумя моментами. Первое – это должен быть действительно уникальный код, уникальное значение, которое в этом столбце у меня нигде не повторяется. Но этого недостаточно. Второй у нас момент для ключевого поля – это поле должно быть обязательно заполнено. То есть оно не должно содержать ни одной пустой ячейки. Ну а почему, я думаю, понятно. Представьте себе, что у меня вот в этой вот таблице с товарами какой-то товар, один и второй, имеет совершенно одинаковый код. То есть, например, у меня и лаваш, и пиво имеют тот же самый код, но и как я пойму, что продали товар вот с этим значением, один из этих двух вариантов. То есть никак. У меня придется уточнять еще название, цену и прочие показатели. То есть, если вы хотите ссылаться на что-то в других таблицах, значит, это должно быть уникальным показателем. Ну и то же самое, если я здесь не оставлю такого значения. Это тоже невозможно сделать будет ключом, потому что везде коды есть, а здесь ссылка в пустоту, она откажется работать, это недопустимая ситуация. Поэтому выбираем мы в каждой таблице в качестве поля то, что является уникальным и не пустым значением, и это у нас будет дальше уже проверяться в самой системе. Вот сейчас вы обратили внимание, я без проблем удалял здесь данные, и программа мне ни слова не сказала на это еще. Или копировал какой-то код и повторял его дважды, и мне система на это не говорила никаких возражений. Это потому что в данной таблице, которую я взял из другого источника, понятия ключа не существует, там никаких таких настроек не было. А теперь я это сделаю специально в нашей табличке, это таблица Тома. Как это сделать? У нас есть режим для пользователей, в котором мы работаем с данными, а есть режим для разработчика, так называемый конструктор, который можно открывать правым щелчком, командой конструктор. Здесь задается настройка. Код товара я отмечаю как ключевой пункт. Ставлю вот этот значок ключа, вот он на полях появится. Всего лишь один значок, но если у меня нарушены правила для ключей, и у меня найдется хоть одно повторяющее значение или пустая ячейка, мне это невозможно будет сохранить. Нажимаю кнопочку сохранения, и удается. То есть действительно там есть повторы. А я не знал, что там есть повторы, кстати говоря, и поэтому для меня это тоже неожиданность. Может быть это то, что я там копировал ранее, может быть что-то еще, но пойду искать эти повторы. А как, соответственно, найти? Ну, во-первых, можно попробовать отсортировать. Тогда у меня повторяющие значения просто будут рядышком. А вот, уже вижу. Овсянка и гранула. Что это такое у меня? Почему разный код? Давайте сделаем код вот такой вот, с буквой А, например. Годится. Попробуем теперь поставить ключ. Попробуем поставить ключик, все включилось. То есть вот одно значение у меня, которое нарушило условия уникальности, не давало эту настройку сохранить. Но быстро обнаружил. На самом деле, если таких у вас данных, нарушающих уникальность, много, то имеет смысл этой таблице заняться вплотную. Вначале ее выверить, посмотреть. Я не все нашел. Так, я поторопиться вам сказать, что нашел все дубликаты. Где там еще могут быть дубликаты? Да где угодно. То есть вот подряд два значения. Вот мармелад у меня здесь. И джем. Как же так? Это один и тот же код. Вот не знал, я не знал, что у меня здесь так много повторений. В базе бареи встречается. Ну а теперь, интересно, получится у меня вторая попытка. Ну а потом и я уже не знаю. О, сохранил. Все-таки два дубликата всего лишь было. И я с ними справился. Если я сохранил, закрыл и в следующий раз открываю опять конструктор, и у меня ничего не пропало. Значит, я теперь могу гарантированно утверждать. Это поле с уникальными значениями. Не пустое. И нарушить эти правила теперь у меня не получится. Всего лишь одна вот эта отметочка ключа. Теперь смотрите. Я пытаюсь вот здесь убрать эту букву А, чтобы у меня названия были повторяющиеся. Не получается. Программа не дает мне выйти из этой строки и пишет, что я нарушаю уникальность. У меня здесь повторяющие значения в первичном ключе. А если я вообще его усотру, тогда меня тоже не выпустят. Скажут, что это поле необходимо ввести. Она не может быть пустой. Вот такая проверка. Вспомните, есть ли у нас в ЭЦ или где-нибудь. Не припоминаю. Потому что это характерно как раз для баз данных. И вот тут у нас это важное основное понятие. Хорошо. Значит, настройку ключа мы с вами видели. Но давайте обсудим следующий момент. Какие поля в таблице? А поле – это столбец. Какие поля таблицы могут быть ключевыми? На самом деле, ключевые поля могут иметь разный характер информации. Чаще всего ключом у нас является или числовой код, или как вот здесь какой-то буквенный текстовый шифр. Но неудобно делать ключевым значением полное название. Почему? Ну, во-первых, в полном названии. Если его вручную вводить, можно и ошибиться, и опечататься. И это не будет совпадением. Во-вторых, могут быть разношения. Кто-то пишет название там с какими-то кавычками для компании, для фирмы. Кто-то их не ставит. А потом говорят, да это вроде одно и то же. А программа считает это разным по смыслу данных. Поэтому очень часто это числовой код. Это может быть также текстовый шифр, но, как правило, все-таки ограниченной длины. Ну, а еще есть для ключевых полей особый тип данных – счетчик. Счетчик используется в том случае, когда я хочу, чтобы у меня код для новых записей, для новых строчек таблицы присваивался автоматически. Просто шел по порядку. 1, 2, 3. И вводил такую нумерацию для наших данных. Это в тех таблицах, которые действительно у нас заполняются и продолжают пополняться. И мне просто нужно отслеживать вот этот порядковый номер строки для будущих операций. Где нам пригодится счетчик? Давайте посмотрим. Вот у меня таблица «Товары». В ней код мы используем как раз с буквами и цифрами текстовый тип. Поэтому ключом у меня отмечен тип данных «Короткий текст». Хорошо. А вот с таблицы «Продажи» у меня здесь, если посмотреть, уже был некий код-счетчик. И вот этот вот «ИД», но это я из базы Борей взял. «ИД» обычно по-русски называют не ID, идентификатор, а код. Вот этот код-счетчик, смотрите, как он себя ведет. Я начинаю добавлять новую строчку вот сюда еще. Продажа третьего числа была и отгрузка будет только завтра. А дальше там кому-то отгрузили мы третьему. Видите, здесь код 31 стоит. Откуда он взялся? А этот код у меня присвоился автоматически счетчиком. Но правда есть одна небольшая нота. Я могу добавлять сюда еще одну строчку, и будет следующий код. Но потом нажал Escape, он его сбросил. А потом я выбираю другую дату. Он уже пропускает этот номер, идет дальше. Это, естественно, может возникать такая ситуация. Поэтому это не порядковые номера, а просто те коды, которые у меня ранее не использовались. И поэтому предлагается ближайший следующий свободный номер. А вот почему у меня в этом столбце здесь какие-то дубли появились? Вот это вот опять та же самая проблема. Изначально у меня в данной таблице не было отметки ключей. И, скорее всего, я значение тип данных счетчиков выставил позже, когда у меня там уже ошибки накопились. А может быть и вручную вносил изменения, а может еще что-то. Вот здесь, чтобы было действительно для чистоты эксперимента правильная нумерация, и сделать это ключом, я этот ID удалю. Мне он не нравится. А добавлю свой собственный в самом начале. Обычно это первым столбцом удобно делать. Назову это код продажи какой-нибудь, код записи о продаже. И вот тут выставлю не только тип счетчик, но и отметочку ключ. Дело в том, что новое поле с типом счетчик автоматически все эти строки пронумеруют без пропусков. Ну а дальше уже при добавлении новых записей пойдет предлагать вам следующие номера. И таким образом я переключаюсь сюда в режим таблицы или просто закрываю ее, открывая заново. Видите, вот этот код записи о продаже у меня 1, 2, 3, 4, код до 38 номера дошел. Здесь повторений нету. А еще чем мне нравится счетчик, его невозможно случайно исправить. Поэтому редактирование его у нас будет недопустимо. Я здесь коды никакие задним числом не меняю, а добавляешь новый, ну будет следующий номер по порядку. Свободный следующий номер, вот 39. Пожалуйста, продам еще что-нибудь. Этот код тоже уникальный, на него можно в дальнейшем спокойно ссылаться. Когда вам задают вопрос, а кому мы отгрузили такой-то товар, который продавался тогда-то? Вы говорите, а код записи скажете? Он говорит, 30. Ну вот по 30-му коду я вам всю информацию могу вытаскивать. То есть вот эта вот строка у нас уникально показывает. Так, ну и наконец еще один момент. Я говорю о том, что у нас коды могут быть счетчиками, могут быть просто числовыми значениями, могут быть текстами. Но также бывает еще и ситуация, когда ключевое поле бывает не одиночное, а составное. Составной ключ – это когда у вас нету какого-то одного уникального кода, и вы можете сделать уникальную комбинацию из нескольких полей. Ну, например, фамилии у меня могут повторяться, имена могут повторяться. Вот фамилия, имя, отчество у меня в компании не встречается одинаково ни у одного сотрудника. Да, как пример, это можно сделать составным первичным ключом. То есть ключ будет тройной, из трех полей. Удобно это или нет? Ну, я бы не сказал, что очень удобно, и в теории это рекомендую часто не использовать. Но за неимением других вариантов мы делаем и составные ключи. Я не знаю, есть ли у меня что-нибудь подобное в моих исходных таблицах, сейчас посмотрю. Но можно специально даже придумать такое и на фантазии. Где у меня здесь имеется подобное сведение? Ну, таблица сотрудники, скажем. Тут есть какой-то ключ изначально. Ну, вообще-то никаких отмечек ключей я не вижу. Но вы можете сказать, адрес электронной почты наверняка у каждого свой. Если да, то я могу, соответственно, здесь поставить, попробовать ключ. Сохранюсь. Программа мне это дала сделать. Это о чем говорит? Значит, у всех почта заполнена и нет повторений. Хорошо, очень здорово. Но бывает ведь и так, что у меня нескольких человек, но на них общий почтовый ящик какой-то, на весь отдел, например, заведен. И поэтому адрес электронной почты в качестве ключа – это ненадежное средство. То есть я действительно могу столкнуться с подобной ситуацией, что у меня, например, сотрудник отдела сбыта, и у него адрес какой-нибудь такой, не знаю. Там вот такой. Собака, Нордвин, Трейдинг, Скоп. А у еще у кого-то из того же отдела, вот сотрудник отдела сбыта, аналогичный адрес. И у третьего, у кого-нибудь еще, тоже аналогичный адрес. Все, в этом случае у меня ключом это уже сохранить не удастся. Тогда какие-то другие варианты. Ищем что-нибудь подходящее, кроме адреса электронной почты. Рабочий телефон тоже может повторяться. Домашний телефон. А вдруг у меня супруги работают, у них общий домашний. Разный мобильный. А кто-то говорит, а я вообще не пользуюсь мобильным телефоном. Или никак нам его номер не даст. Или даже так, он его сменил. И получается, что ссылки были по одному телефону, а теперь по другому. А как статистику отслеживать и историю вопроса оцеливать. Тоже не годится. Что тут вообще можно сделать ключом? Но в данном случае мне вообще-то кроме адреса электронной почты и привязаться было бы не к чему. Но если выяснится, что у меня действительно имена и фамилии этих сотрудников не повторяются. Комбинация их у нас всегда разная. Хотя, например, там, скажем, вот один Андрей есть и второй, пускай будет тоже не Сергей, а Андрей. То есть, вот вроде бы имя уникальное не обладает, ключом его не поставишь. Фамилия, ну, тоже можно сделать там парочку однофамильцев. У меня тоже могут повторяться. Например, Новиков Николай и как раз Новиков Андрей. Да. Ну, а вот комбинацию их я хочу сделать уникальной. Могу я это попробовать? Выделяю две строчки, наживаю ключ. Уникальная комбинация у меня получилась сохранить. Но вот двух Новиков Андреев уже не удастся сделать нашими сотрудниками. То есть, хотя у них отчества разные. Согласен, что не самый лучший вариант, но иногда приходится комбинировать и таким образом. Поэтому одного, а он не согласится. Вот, хорошо. Значит, это у нас вот такая вот составная ключ. Значит, по поводу ключей в целом понятно, но, конечно, если обратиться к теории разработки баз данных, то в ней у нас рекомендация, что составными ключами лучше не увлекаться и искать всегда отдельный уникальный код. А если такого нет, то просто добавить счетчик и дополнительно вот этот код у нас все пронумеруют. Поэтому смотрел я на этих сотрудников и понимал, что либо мне нужно завести для них табельный номер, и тогда имена и фамилии могут быть с повторением в любых комбинациях. Либо какой-то другой код, но это будет некий код сотрудника внутри компании. То есть, код сотрудника, там говорю, или, как его назвать, там вот табельный номер. Назову просто табель. И либо я его заполняю вручную, либо автоматический счетчик мне сам эти номера добавит. Ну вот, добавил номера, и дальше они пойдут своим чередом добавлять. Хорошо. Значит, с этим мы, кажется, выяснили вопрос. А теперь следующий вопрос. Это после того, как мы в таблицах установили ключи, с их помощью мы можем настраивать связи между таблицами. Подготовительная работа для установки связи заключается у нас в следующем. Нам необходимо выяснить, что в связанных таблицах у нас есть соответствующие поля. В одной из таблиц это поле будет ключевым, то есть отмечено как ключ, значит, уже мы его проверили на возможные дубликаты, и их там нет. И все значения не пустуют. Во второй таблице должно быть поле с точно таким же характером данных. То есть оно может называться по-другому, это не является проблемой. Но если у меня ключевое поле текстовое, а в другой таблице это числовой код, то как их соединить? То есть они по смыслу различные, поэтому это мы все уточняем, и если нужно, корректируем. Ну и, естественно, может оказаться и так, что у меня в таблицах изначально ошибочный код. Поэтому тоже имеет смысл просмотреть это заранее, либо нам придется к этой настройке возвращаться опять, как только мы увидим, что связи наши установить корректно не удалось. Ну а после этой подготовительной работы мы в базах данных XS обращаемся к специальному диалоговому окну «Схема данных», где, собственно, явным образом и изображаем связи между таблицами. Причем эти связи, естественно, мы заранее уже спланировали, и остается только в программе это обозначить и уже сохранить для дальнейшего применения. Как правило, схема данных настраивается разово, и потом в нее мы, если и вносим изменения, то только если появились дополнительные новые связи. Те, которые планируются изначально, обычно уже потом не нужно исправлять, так как это будет означать совершенно смену правил игры, то есть совершенно новую какую-то логику взаимодействия. И когда мы настраивать будем схему данных, там нужно будет обратить внимание на очень важную проверку – проверку целостности данных. И то, что можно установить связь между любыми полями, но если не включить проверку целостности, так и останется неясным, вы соединили таблицы с корректными значениями или у вас остались где-то пропущенные ошибки предварительного заполнения данных. И, естественно, вот эта вот проверка целостности, она вам скажет, у вас что-то не в порядке, поищите еще, исправьте и устраните проблемы, а потом вернитесь к этой настройке. Когда мы наконец-то сможем эту настройку включить, это будет означать, что теперь у нас все выверено, и с этим можно работать, результат будет получаться корректный и достоверный. Вот я попробую сейчас это проделать, подготовительную часть работы, связь и потом целостность данных. Не уверен в последнем пункте, но предыдущие два должны у нас получиться в любом случае, но и заодно посмотрите, что получится. Значит, я собирался связывать между собой табличку товары и продажи, потому что в продажах, мы выяснили, упоминается код товара, и вроде бы он выглядит точно так же. Но как-то выясните наверняка, что у нас эти данные теоретически даже возможно соединить. А вот как. Я открываю таблицу товара, конструктор, смотрю настройки ключевого поля. Код товара – это короткий текст и его размер 25 символов. Хорошо. Я могу связывать это поле только с типом данных, короткий текст, размером 25 символов, все остальное будет некорректно. Потому что если там будет код короче, чем здесь, у меня, получается, есть товар, который я не могу продать из-за того, что длина кода недостаточная. Если здесь будет у меня текст, а в другой таблице число, это будет означать, что я не могу продать товар, у которых в кодах буквенное обозначение. Программа не сохраняет этих значений. Ну, ясно, проблема такая возможна. Поэтому я параллельно открою конструктор, таблицу продажи, посмотрю, что в ней. А в ней у меня где-то код товара. Вот он. Короткий текст, размер 25. Вот в этом плане у меня проблем нет. Значит, уже можно попытаться устанавливать связь этих таблиц между собой. Это теоретически возможно. Тогда я вот этот момент, посмотрев, иду дальше на шаг создания связей в окне схемы данных. Здесь одно обязательное обстоятельство. Эти вещи настраиваются предварительно с всеми закрытыми таблицами. То есть вот когда у вас на экране пустое окошко. Потому что работа в окне схемы данных считается важным этапом. И параллельно открытые таблицы могут это блокировать. Держу все закрыто. Иду вот сюда на вкладочку «Работа с базами данных» в кнопку «Схемы данных». Открываю эту кнопку. Здесь пока пустое, потому что я в этом окне не работаю. Я сюда просто перетаскиваю две таблицы «Продажи» и «Товары» для того, чтобы добавить их в этом окошке и просматривать их структуру. Понимаете, что я вижу? Я не вижу данных этих таблиц. Я вижу только название столбцов, которые входят в ту или другую табличку. Это фактически таблица «Товары», открытая не в режиме работы с данными, а табличка «Товары», открытая в режиме «Конструкция». Вот ее поля без уточнения типа данных, но видно отметочкой, где у меня ключевое поле, а такой ключик стоит. И дальше, для того, чтобы соединить таблицу «Продажи» и «Товары», я смотрю, здесь у меня код «Товары», это ключ, а в этой таблице код «Товары» вот это поле. И мне нужно просто соединить эти два поля между собой линии связи. Это делать можно так. За ключик схватились мышкой и, не отпуская, тянем и соединяем его с этим кодом «Товары». Дальше, подтверждаю, что я не промахнулся, таблица «Товары» соединяется к кодом «Товары» в таблице «Продажи». Да, окей. Вот эта линия связи появится. Теперь она сама собой не пропадет, даже если ее растягивать вот так вот здесь в длину. Но, а что мне это дает? Отдают мне это следующее. Я теперь могу, не закрывая схему данных, потому что она мне понравилась сейчас дальше, открыть табличку «Товары» и увидеть рядом с каждым товаром вот такой плюсик. А этот плюсик позволит мне развернуть список продаж того или другого товара. Но этот не продавался, неудачный пример. А какой продавался, давайте посмотрю, у меня здесь есть. А ну вот, 52-й, вот этот, например, я вижу, много раз продавался. Значит, ищу здесь товар 52, ну давайте поиском. 52-й товар, вот он. Длиннозерный рис пользуется успехом. Открываю плюсик. Мне говорят, вот в такие-то дни, вот в таком-то количестве это продавалось. У нас эта информация вся есть. Можно там посмотреть, что дальше в продолжении написано. Кому продали, зачем продали. Вот это все сведения тут имеются. А рядом сушеные сливы, опять не было продажи. А что продавали? Вот ежевичный джем, но только однажды был продан мармелад, опять не торговали. Ну короче, здесь еще надо посмотреть, что продавалось, что нет. Мало продаж, я их больше хотел подгрузить. А так, по идее, если у нас каждое номинование товара где-то присутствовало в продажах, оно обязательно здесь по пивам не торговали, а кофе кошмар. Короче, понятно, что у нас здесь много просто пустой информации, но в таблице продажи можно было посмотреть. Вот 94-й, 95-й товар продавались. Ну-ка я на них вспомню. Где у меня 94-й, сейчас поиском найду. Зеленый горошек у нас пользуется успехом. Зеленый горошек плюс были продажи, в такие-то даты он у нас продавался. Дальше 95-й, Тунец, там вот тоже есть информация о продажах. Несколько раз мы его отгрузили. Вот тут груши, я помню, продавались. Вот в этом месте у нас уже появляется. На самом деле строчек могло быть и больше, если было много информации о продажах. Но есть одно небольшое но. Мы установили связь, но мы не обеспечивали целостность информации, поэтому никто не проверял, а вообще эти продажи правильно оформлены или нет. И я мог, например, здесь, помните, где-то я указывал, продать товар вот с таким-то кодом. А он же ни к чему не присоединен, и это явно ошибочное значение. Как выявить подобные вещи? Но сейчас я могу даже об этом не догадываться. Но если по линии связи, схеме данных, сделать двойной щелчок, то я опять открою диалог, который у меня появлялся, когда я только устанавливаю связь. Вот в этом диалоге есть галочка «Обеспечение целостности данных». Эту проверку желательно настраивать с самого начала для того, чтобы убедиться, а все ли коды, которые у меня здесь упоминаются, имеют расшифровку и описаны ссылками в справочной. Если хоть один такой, оказывается, неизвестный код, программа мне не даст сохранить эту галочку, и я это сразу вижу. Значит, я попытаюсь это включить, нажимаю «Ок». Естественно, мне говорят, у вас в таблице продажи есть данные, нарушающие условия целостности. То есть это есть запись, которая не упоминается нигде в таблице товара, а при продажах вы каким-то образом на нее сослали. Что нужно делать? Вот надо сидеть и выверять эти все данные. Если их много, то это делать со специальными запросами. Ну, такой запрос я сейчас делать не буду, потому что знаю, что у меня всего лишь один код был ошибочный. А давайте здесь будет продаваться товар, скажем, номер 7, вот такой. И здесь я буду продавать какой-нибудь товар номер 6, чтобы не пустая ячейка была. А больше у меня там вроде нигде проблемы нет. И теперь я возвращаюсь обратно в это окно схемы, включаю настройку целостность данных. Ничего не помешало этой настройке сохраниться. А я теперь вижу не просто линию связи, а с обозначением 1 бесконечность. То есть один товар мы можем бесконечно много раз продавать и упоминать таблицу продаж. Вот этот значок бесконечности у нас такое показывает. И галочка вот этой обеспечения целостности данных у меня сохранилась. А теперь можно считать, что связь у нас установлена между этими таблицами. Я могу схему данных закрыть. Данна у меня не пропадет теперь. И посмотрите, что будет. Таблица товара. Какой я там товар продавал? Номер 7, номер 8. Сейчас поищу его. Так, не там цифру 7 ищет. Лучше в столбце с кодом товара, а поиском искать. Номер 7. Ищи в текущем поле с любой частью. 87, 17, 77. Так где же там 7? Вот. Сушеные груши. Надо название было запомнить. Я продавал сушеные груши. И да, есть продажа за 3 декабря. Вот она добавилась. В порядке. А теперь другой эксперимент. Я захожу в таблицу продажи, ввожу какой-то несуществующий пол. Можно не такой, можно похожий на правду, вот такой какой-нибудь. Но такого нет в списке. Знаете, что мне говорит программа? Она говорит, а я не дам вам сохранить это. Это нарушение целостности. То есть она мне не позволяет вводить такое значение, которое ничем не подтверждено. И отсутствует связанная таблица. А значит, вводи только правильные коды, которые имеются в наличии. Но либо оставляя пустым, если мы только не включим настройку, запретить пустые поля. А так вот 88-й какой-нибудь. Возьму товар и тоже его продам сегодняшним числом. И дальше посмотрю, что у меня получится в таблице с товарами. Товар от 88, опять груши, но только обычные. И вот сегодняшняя дата продажи здесь появится. Вот такая вот связь у нас возникает. И так же делается для всех прочих таблиц. У нас с продажами, кто там был еще связан, я не помню. Адрес электронной почты у нас здесь был. А по адресу электронной почты мы устанавливаем связь. У клиентов есть почта? Не запомнили. Вот если бы заполнили почту клиентов, могли бы их соединить по почте. Ну а так как у нас были почты у сотрудников, ну можно связаться с сотрудниками. Но опять, смотрите какая ситуация. Я иду соединять таблицу продажи с таблицей сотрудники. Выяснилось, что у меня здесь адрес электронной почты и здесь может быть соединен. Но это не ключ. Что получится? Устанавливаю связь, мне говорят, а тип отношений неопределен. Ну и ладно, все равно свяжу. Связь установилась. Но если я попытаюсь включить обеспечение целостности данных, вот в этом мне будет отказано. Нет уникального индекса для главной таблицы. То есть в главной таблице есть сотрудники. А получается, что у меня адрес электронной почты не обладает уникальностью. Получается, что у меня на один и тот же номер электронной почты приходятся разные люди. И кому конкретно из них была продажа, это предназначено, мы не можем определить. И продаж много. И поэтому действительно вот это у нас корректно работать не будет. А значит, такая связь, она не будет верной и ее не надо сохранять, так как это будет просто лишние проблемы и разночтение при дальнейшей обработке информации. Как правило, получается у нас в результате следующее. Когда я буду формировать отчет на основании вот этих двух таблиц с неверной связью, у меня получится, что на одном адресе электронной почты три человека. И один из них делал пять покупок, другой десять, а третий еще десять. Так вот, он мне сделает что? Десять плюс пять плюс пять двадцать пять. Он мне двадцать пять на три умножит и скажет, что любой из этих троих мог делать покупки и свои, и чужого, и я не знаю, какие кому принадлежат. Пойдет задваивание, пойдет какое-то непонятное дублирование, получатся какие-то непонятные удвоенные, утроенные суммы, и это не будет соответствовать действительности. А все из-за того, что еще на этапе планирования, мы говорили, устанавливается связь только с ключом. Только ключ может открыть нам доступ к информации. А значит, как быть в этом случае? Ну, я вообще-то говорю, что правильно было бы сделать ключевое поле табель, да, но так как у меня возможно здесь использовать только вот тот самый код, то, значит, по адресу электронной почты соединяться нужно было бы. А раз так, а он нас там заполнен, кстати говоря, таблица продажи. Да ни у кого он не заполнен. Тогда и пусть он остается незаполненным. Я сделаю так. Я в таблицу продажи добавлю поле дополнительное. Это будет табельный номер сотрудника, то есть табель сотрудника. Но вопрос, а какой у него должен быть тип информации? Он должен быть соответствующий тому, что у меня у сотрудников. Здесь это счетчик, но счетчиком может быть только уникальный код. А так как счетчик это размером длинное целое, просто числовое значение, то связывается он у нас в таблицах с числом, размером длинное целое. Вот тут вот такая особенность, числовое поле и счетчик, они между собой взаимодействуют. Все, сохраняюсь. И дальше, пока еще не заполнял данных и не наделал ошибок, соединяю эти таблицы. Здесь табель и тут табель сотрудника. Названия могут отличаться, но по смыслу это одно и то же. Целостность данных я смогу включить, пока они пустые. Ошибок там нет. А в дальнейшем будет так. Таблицы сотрудники. Сколько у меня? Девять человек, да? Все. Я говорю, вот эту продажу оформлял сотрудник номер 3, этот номер 4, этот номер 8, 7. Это тоже 8 сотрудника заказа, это 2, это 1. То есть я ввожу здесь какие-то коды, но попробую я ввести какого-нибудь 25 сотрудника. Мне не дают сохранить. Поэтому я даже не пытался этого делать. То есть вот пятого, пожалуйста, второго, без проблем. А когда я это все заполню, а заполнять это надо было еще до того, как тут данные появились, то есть естественно. В дальнейшем у меня будет получаться так. Открываешь список сотрудников. Что там второй сотрудник? Вот это его работа. Что там у третьего сотрудника? Это его заказы. Все, плюсики пошли, ошибок нет. Так это еще не все. Я говорю, а вот этот сотрудник у меня не будет работать, а то у нас однофамильцев много развелось, Андрея сплошные. Дайте я удалю. Невозможно. Почему невозможно? А его продажи нам еще нужны. И пока есть связанные данные, запись из основной таблицы удалить не получится. Это тоже у нас обеспечение целостности. Вот кто у меня здесь ничего не продавал? Вот это, папковый ударик. Она у нас не работает. Значит, все, уволим. Если скажу да, то действительно пропадет эта информация, потому что на нее нигде нет ссылок. А вот это были ссылки, поэтому вот такое ограничение тоже включили. Ну вот, собственно, кратко я рассказал вам, для чего это может пригодиться. И вы теперь понимаете, что у нас это действительно такая несложная возможность, которая, правда, требует некоторого планирования и начальных проверок и настроек. Но зато потом работает само собой. И если посмотреть в готовой базе данных, то схема там – это достаточно такая разветвленная картинка, в которой все таблицы участвуют в каких-то связях. И я вам напоследок покажу пример, который мы разбираем на занятиях в специалисте. Это учебная база Bari, которая стандартно используется как пример от Microsoft. Вот в этой базе Bari, кроме того, что у нас многие вещи автоматизированы и запрограммированы, и тут не нужно самому открывать таблицы и по ним переходить. А тут видно сразу список сотрудников, и можно открыть его и увидеть, что вот его заказы, а вот сушеные груши у нас вот в таком-то количестве вот тогда-то продавались. Все это через красивые диалоговые окна, которые здесь запрограммированы, к которым можно вот так вот просто щелкая мыши обращаться. И все это кажется очень удобным, наглядным, такие различные ссылки здесь перекрестные работают. Но за всем этим стоит схема базы данных, в которой связи между таблицами прописаны. Если заглянуть вот сюда же в меню работы с базами данных, схема данных, вот она эта картинка. Ну, по первому разу пугает, но вы посмотрите, у нас каждая табличка, которая в этой базе данных находится, она хотя бы еще одной имеет соединение. А где-то из двумя, а это все зависит от логики задачи. Но вот это основа любой базы данных. Это не только в Аксесс, а вообще в любых реляционных базах данных является принципом всей работы. Ну вот, собственно, это и было предметом нашего сегодняшнего семинара. И поэтому еще раз хочу повторить его название, его тему. Мы говорили о ключах и связях, так вот, получается, чтобы установить связь с информацией, надо иметь ключ в таблице. Этим ключом эту связь мы с вами, получается, и открываем. Ну, а если нужно об этом поподробнее, то хочу сказать, что у нас в Центре специалистов три курса на тему Аксесс. Здесь начальный уровень – это курс номер один. И там мы с нуля обсуждаем как раз и что за кнопочки у нас здесь, и как ими пользуются. И вот то, что я сейчас рассказывал, это, в общем-то, в первую очередь относится к первому курсу, к начальному уровню. Ну, а если нужно в это более серьезно углубиться и уже заниматься обработкой данных и поиском вот этих ошибочных значений и формированием любых запросов к таблицам, и также программированием различных экранных форм, кнопок, которые я в базе Баре сейчас вам вскользь показал, то это у нас продолжение второй и третий уровень, но это уже для тех, кто решил, что да, действительно, этот инструмент мне кажется интересным и может пригодиться в работе. Вот на этом пока все, но если какие-то есть вопросы, готов еще пообщаться, на них ответить, вот, и мы будем тогда заканчивать уже сегодняшний семинар. Так, что у нас тут в чат мне писали? Так, Александр, да, теперь у нас все трансляции будут в таком режиме проходить, это в декабре пока у нас идет в пробном варианте, а с января уже, наверное, повсеместно. Microsoft Teams мы будем использовать, это как раз инструмент для трансляции, но, конечно, к нему надо приноровиться, в данном случае, как всегда, что-то новое приходится немножко вот так вот протестировать и отработать. Вот этот файлик, который я показывал, я его там же в Teams положу, то есть будет доступно, его можно будет самим поэксплуатировать, точнее, там уже лежит заготовка, ну, а финальный вариант могу тут даже скинуть, да, до свидания. Ну, и если вы хотите прямо сейчас скопировать, нет у вас доступа к Teams, то, соответственно, это могу в общей папке выложить, потому что вы можете скопировать себе скинуть. Это у меня было название «Исходная база данных», теперь это надо назвать уже «Упражнение просто». Можно на почту, да, правильно. Так, хорошо, что у нас тут еще? Ну, собственно, вот на этом пока все. Если вопросы, я еще готов пообщаться, ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.